привет всем моим подписчикам сегодня я хочу поговорить о ю тубе о монетизации что же со мной произошло и как youtube поступил со мной дело в том что заявку мне было подано 12 марта и наверное где-то пару дней до конца до конца этой заявки то есть я ждала целый месяц мне пришло по весь оповещение нарушение авторских прав у меня была загружена одна песня которая у меня была на канале самого начала нам не было четыре месяца и как бы никто ее хотя у меня было на эту песню разрешение на повторное использование но все же youtube прислал мне предупреждение и сказал что написал написал что типа я могу пользоваться этой песни что они это видео не заблокируют но в этом виде все-таки они нашли какое-то нарушение я не стала спаривать я просто удалила это видео и потом не где-то через четыре дня пришел отказ о монетизации и было написано письмо различных условиях 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 чего нельзя делать и чего лучше избегать конце концов youtube не написал что мне нужно пересмотреть весь свой весь свой канал удалить какие-то видео что-то изменить видео чтоб они больше бы как бы раскручивались и в конце youtube не написал что монетизацию можно будет опять писать заявление на монетизацию ровно через месяц то есть опять же месяц идет раскрутка канала опять как это видео просматриваются это опять подаешь заявление и опять ждешь месяц ну хорошо это если ты ждешь месяц а можно даже и дольше ждать я знаю что люди ждут до восьми до полгода больше чем полгода я не знаю но в принципе это не означает что если вы подойдете заявку то вам обязательно включат эту монетизацию вам найдут кучу причин что только ее не включать и буквально через пару дней после этого отказа мне опять приходит заявка опять о нарушении и самое обидно что это видео опять же было с разрешением повторного использования я никак не могла понять я даже не стал это оспаривать потому что я прекрасно знаю как делают и такие люди просто в youtube выкладывается какое-то видео в самом низу пишется красная строчка что это видео можно использовать с повторным разрешить повторно его использовать и когда это видео раскручивается идет очень сильная накрутка очень много просмотров также появляется много новых подписчиков преба правообладатель он естественно это он все проверяет и когда у него раскрутка небольшая а на твоем канале очень сильная раскрутка наверное где-то 14 20 раз естественно он удаляет это разрешение которое разрешает крутить это видео повторно и подает жалобу и даже если ты это напишешь типа как обратно жалобу и и даже есть у тебя ты на ютубе как-то сфотографируешь вот это что разрешено повторное повторное использование youtube все равно не будет на твоей стороне то есть и youtube сейчас очень ужесточил свои условия и даже даже после такого оспаривания твой канал может вообще быть заблокирован я очень расстроилась я стерла все свои видео которые были действительно незаконно может использованы но в принципе законно потому что я всегда использую эти видео с повторным разрешением стараюсь не нарушать этих прав но 2019 года первого первого января с первого января все может быть и поэтому монетизации как бы даже и не стоит думать потому что ну действительно как то так как я говорю солнце светит но не всем и поэтому просто не хочется закрывать канал потому что может когда-то тебе что-то пригодится и потом я заметила такую вот тенденцию есть очень много блогеров которые снимают просто и бессмысленные какие-то видео о своей личной жизни то есть ты встал пошел там в туалет помылся потом ты завариваешь кофе все это показываешь потом ты сидишь там красишься у зеркала вот у меня такая тушь вот у меня такие тени вот у меня такая помада там делаешь будь делать бутерброды кушать тявкой там перед экраном потом собирается идет на работу или куда-то там магазин на почту при этом себя там снимает на фоне там каких-то грязных улиц грязных домов и улыбается такой счастливый довольный и самое главное что у этого блогера есть своя аудитория довольно таки большая и они пишут одни и те же комментарии такое ощущение что эти комментарии пишут не люди какой-то сидит робот и он постоянно одно и то же пишет вот у вас такой негатив вы изучаете там какое-то добро вы такая красивая ой мы так и вот самая главная такая одна фраза которая меня ужасно убивает мы ждем ваших видео мы каждый раз ждем ваших видео и и такое ощущение что люди ничем не занимаются только целыми днями сидят ждут вот это видео когда человек встал пошел в туалет попил кофе пошел в магазин пришел домой и вот все и таких видео очень много есть видео где там стриме стрима к люди пьют ругаются и главное что youtube вот таких блогеров поддерживает и у таких блогеров включена монетизация и крутится реклама и такие вот просто дебильные вот я скажу честно дебильные такие вот эти видео не ничего абсолютно не просто у людей вот занимают кучу времени это то же самое что вот ты делаешь какое-то видео и вот но блогеры вот часто говорят что это какой-то адский труд это нужно сидеть работать над этим видео надо надо там его склеивать надо там что-то менять надо что-то вставлять да есть действительно есть очень познавательные видео и они очень интересные и блогеры действительно много такого полезного выкладывают ну да я согласна есть аудитории которые это смотрят но есть видео такие просто идиотически я бы сказала и мнением я просто в шоке когда я вижу что у этих видео какие-то есть просмотры по 70 по 80 то есть нет я не считаю чужие деньги я просто говорю что для меня это странно и youtube это пропускает и там сидят в стримах ругаются пьют youtube тоже это пропускает не он блокирует не он что как есть так есть но я просто хочу предупредить что если вы загружаете чужое видео именно с использованием повторного с разрешением повторного использования то это не означает что youtube это видео не заблокирует будьте осторожны потому что есть мошенники которые я еще раз повторяю выкладывают видео в youtube вот с этим же самым разрешением и когда ваше видео идет там накручивают уже просмотры туши подается заявка вас как бы отслеживают сколько там просмотров как это видео раскручивается и и самое главное что после блокировки этого видео вот эти просмотры которые были на вашем канале они возвращаются человеку который разместил до вас это видео то есть вы как бы помогаете раскручивать это видео но кому-то и самое главное что автор меняет сразу же перед тем как подать жалобу он меняет вот это разрешение на авторское и поэтому youtube естественно вы не можете ничего доказать что когда-то в этом загружали это видео именно с разрешением повторного использования вот что самое главное так что будьте осторожны и не не я так просто рекомендую что просто ведите свой канал спокойно все у вас получится все к вам придет но париться выходить вот из себя из кожи вон чтобы что-то там всегда бывает наоборот ну и на этом пожалуй я закончу всем пока пока успехов удач и и и каждому добиться разрешение на монетизацию до свидания